Говорит Черкеск Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Я приветствую всех, кто начинает новую рабочую неделю вместе с нами. Сегодня понедельник, 13 марта, в студии Руфина Ковалева. В нашей программе вы услышите. Безопасные покупки через интернет – основной девиз предстоящего дня защиты прав потребителей. Индустрия электронной коммерции в регионе – риски и выгода. В Карачаево-Черкесии идет подготовка к весеннелетнему пожароопасному периоду. Новинка в культурной жизни Карачаева-Черкесии в Республиканском драматическом театре будет представлен спектакль «Адиюх» по пьесе Юрия Шидова, постановщик – ингушский драматург Микаэль Базоркин. Обо всем этом через несколько секунд. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает Всемирный день защиты прав потребителей, проведение которого решением ООН приурочено к годовщине выступления президента США Джона Кеннеди в Конгрессе в 1962 году. Тогда в выступлении президента были сформулированы четыре основных права потребителя – право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть услышанным. Позднее к ним добавились еще четыре – право на возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду. Насколько точно придерживаются этих тезисов на потребительском рынке в нашей Республике? Как часто потребители решаются постоять за свои права? И насколько отзывчивы при этом продавцы или производители? Ответить на эти вопросы мы попросили главного специалиста управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии Елену Покровскую. В прошлом 2016 году в общественную приемную управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике поступило ровно тысяча обращений от граждан, общественных организаций, органов исполнительной государственной власти. И учитывая, что обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля, то есть анонимные обращения не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки, то специалистами управления были рассмотрены 996 обращений. Нужно отметить, что в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года наблюдался значительный рост числа обращений граждан. Динамика составляет 24%. Чем это можно объяснить? Ну, проанализировав ситуацию, мы приходим к выводу, что рост обращений обусловлен повышением правовой грамотности потребителей, а также гражданской активностью наших граждан. Как обычно, около трети обратившихся граждан, а точнее 40% из них, получили консультативную помощь в разрешении конфликтных ситуаций с исполнителем, ну или изготовителем, или продавцом, поставщиком товаров, а также информацию по нормативно-методической документации в области обеспечения защиты прав потребителей. В письменном виде к нам поступили 606 обращений граждан. Меньшая часть обращений граждан, 21%, касались вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Очень большое количество жалоб ежегодно поступает по поводу некачественного предоставления или непредоставления жилищно-коммунальных услуг. И хотя этой проблемой занимается другое ведомство, Управление Роспотребнадзора оказывает консультативную помощь обратившимся и отслеживает решение проблем. В прошлом году несколько снизилось, хотя по-прежнему остается немалая доля таких жалоб. Их доля равнялась 21%, а в 2015 году 23%. В то же время в абсолютном эквиваленте число поступивших жалоб на нарушение прав потребителей в сфере ЖКХ возросло. В прошлом году поступило 161 обращение, а в 2015 году 130 обращений. И это при том, что по подведомственности с недавнего времени рассмотрением качества оказания большей части услуг в сфере ЖКХ занимается Управление жилищного надзора и Администрация муниципальных образований. Потребители продолжают по привычке направлять такие жалобы к нам, в Управление Роспотребнадзора, и подавляющее большинство из них нам приходится перенаправлять, что увеличивает сроки рассмотрения обращений. Все поступившие в 2016 году письменные обращения граждан рассмотрены в надлежащем порядке. По 316 из них потребителям даны соответствующие консультации и разъяснения. 82 жалобы для рассмотрения направлены по подведомственности, а 216 явились основанием для проведения проверок. 79 административных расследований. В прошедшем году число внеплановых контрольных мероприятий по обращениям граждан увеличилось на 11,5%. Нельзя не отметить, что в большей части жалобы потребителей подтверждаются. Из 259 обращений граждан, по которым возбуждены проверки и административные расследования, в 62% из них зафиксированы факты нарушения прав потребителей. В результате чего были составлены 227 протоколов об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых наложены административные наказания. Для сравнения, в предыдущем 2015 году было 149 таких протоколов. По 21 обращению потребителей специалистами управления в 2016 году были поданы судебные иски в защиту интересов и прав конкретных граждан с последующим участием в судебных разбирательствах. В предшествующем периоде, в 2015 году, в суд было подано только 5 исковых заявлений. В области защиты прав потребителей в 2016 году в суд подано 18 исковых заявлений. Два из них еще находятся на рассмотрении, а остальные решены в пользу потребителей. Как рассказывает Елена Покровская, в секторе розничной торговли, как правило, больше всего жалоб поступает на качество бытовой техники – 45% в прошлом году. Однако в прошлом году в несколько раз выросло число жалоб на качество мебели. Если в 2015 году таких обращений было только 11, то в 2016 – 48%. В своих обращениях потребители жаловались на неудовлетворительное качество доставленной им на дом мебели. Обивка мебели не соответствовала заказанной. Цвет, фурнитура, качество материалов обивки мебели, выставленной в магазинах в виде образцов и имеющих соответствующее удостоверение безопасности и качества, отличались от тех, которые привозили покупателю. Люди, купившие мебель, предварительно оплачивали ее сборку, но сборщики не могли выполнить свою работу, поскольку в деталях дивана были такие дефекты, которые не позволяли произвести сборку этого дивана. Фурнитура была иная. Части мебели были из других комплектов. Механизм, раскладывающий диван, не срабатывал. Диванные подушки не соответствовали размерам мебели. Были случаи, когда потребители жаловались на удушающий стойкий, не исчезающий на протяжении двух недель химический запах, исходящий от мебели. Некоторые потребители столкнулись с тем, что мебель становилась непригодна для использования через несколько месяцев или даже дней. Поролон в сидении дивана проваливался, пружины выходили из строя. Руководство торговой организации «Много мебели» перестало реагировать на претензии потребителей, прекратило выезжать к потребителям для проверки качества доставленной мебели в случае претензий. При этом закон о защите прав потребителей предписывает, что если товар весит более 5 кг, то продавец для проверки качества должен решить вопрос по его доставке в экспертную организацию. Вместо этого «Много мебели» предлагают потребителям для проверки качества самим отвозить купленные у них диваны в Ставрополь для проведения экспертизы. При нарушении сроков доставки мебели для получения компенсации или пени потребителям рекомендовали обратиться в суд, вероятно, надеясь, что из-за незначительной суммы не каждый гражданин захочет проходить судебное разбирательство. И вот в итоге в 2016 году управлением Роспотребнадзора ПКЧР в отношении индивидуального предпринимателя Есиной Надежды Юрьевны, организующей и осуществляющей торговлю в одном из магазинов сети «Много мебели», вынесено 27 постановлений о наложении административного наказания. Общая сумма штрафов составляет 225 тысяч рублей. Кроме того, за невыполнение предписаний об устранении нарушения судом вынесено 12 постановлений о штрафах на общую сумму 43 тысячи рублей. Это без учета административных мер, которые были приняты в отношении других должностных лиц магазинов «Много мебели». С каждым годом растет оборот товаров и денежных средств на интернет-рынке. Индустрия электронной коммерции в регионе – риски и выгода. Пользуясь удаленным расположением, интернет-продавцы нередко подсовывают некачественный товар или вещи, значительно отличающиеся от описания на рекламной страничке. В связи с этим, говорит специалист Роспотребнадзора, в этом году предстающий день защиты прав потребителей пройдет под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху». Среди обращений потребителей в результате нарушения их законных прав в последнее время все чаще появляются жалобы на качество товаров, приобретенных по образцам, в том числе через информационно-коммуникационную сеть интернет. В прошлом году таких обращений в управление Роспотребнадзора по Крачево-Черкесской республике было пять. Потребители жаловались на качество товаров, приобретенных по интернету. Например, внешний вид и качество кроссовок не совпадали с демонстрационным образцом. Запчасти для газовой плиты не подходили к соответствующей им модели и так далее. Нужно отметить, что в настоящее время индустрия электронной коммерции по организации продажи потребительских товаров и оказанию различных возмездных услуг в информационно-телекоммуникационной сети интернет развиваются очень динамично. По экспертным оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли объем онлайн-продаж в Российской Федерации в 2015 году вырос на 7%, составил 760 млрд. рублей. При этом доля трансграничной торговли, то есть за границей, в этом объеме составила 29%. По мере глобализации данного сегмента потребительского рынка и вовлечения в него все большего числа активных пользователей интернета, в том числе за счет расширения спектра соответствующих мобильных средств связи и их доступности, стали заметнее проявляться неурегулированные законодательством отношения, что позволяет недобросовестным участникам рынка использовать данные обстоятельства в целях получения максимальной выгоды в ущерб экономическим интересам и законным правам не только самих потребителей, но и добросовестных представителей бизнес-сообщества. В этой связи одна из главных проблем, на которую указала Международная Федерация потребительских организаций, это укрепление доверия потребителей к онлайн-ритейлу. Данное обстоятельство привело к тому, что Всемирный день прав потребителей, который отмечается ежегодно 15 марта, вот в 2017 году пройдет под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху». Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской республике еще раз напоминает потребителям о их правах при приобретении товаров дистанционным способом через интернет-магазины. Порядок организации продажи товаров дистанционным способом, в том числе оказания услуг по продаже товаров через интернет-магазины, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2007 года за номером 612. Это так называемое правило онлайн-продаж. Правило, устанавливающее порядок продажи товаров дистанционным способом, регулирует отношения между покупателем и продавцом при продаже товаров дистанционным способом и оказанием в связи с такой продажей услуг. Правило предусматривает обязательное соблюдение продавцом требований Закона Российской Федерации о защите прав потребителей в части предоставления полной и достоверной информации о реализуемом товаре. Продавец должен до заключения договора розничной купли-продажи представить покупателю информацию об основных потребительских свойствах товара, адресе или месте нахождения продавца, о месте изготовления товара, о полном фирменном наименовании продавца, о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности, гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение заключения договора. Продавец не вправе предлагать потребителю товары не указанные в первоначальном предложении товаров к продаже. Продавец также обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору и информацию, представленную покупателю при заключении договора, а также информацию, доведенную до его сведения при передаче товара. Как отметила Елена Ивановна, есть также следующий ряд правил взаимодействия продавца с покупателем, на которые стоит обратить пристальное внимание. Не допускается передача потребителю товаров, не соответствующих предварительной договоренности, если такая передача сопровождается требованием об оплате товара. Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара в течение 7 дней. В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи товара. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если это не было оговорено продавцом, В праве по своему выбору потребовать или безвозмездного устранения недостатков товара, или возмещения расходов на их исправление покупателям или третьим лицом, а также соразмерного уменьшения покупной цены или замены на товар на логичной марке. При этом в отношении технически сложных товаров и дорогостоящих товаров эти требования покупателя подлежат удовлетворению в случае обнаружения существенных недостатков. Покупатель вместо предъявления указанных требований вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. Следует особо подчеркнуть, что не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством РФ. Нарушение требований закона, о которых говорила специалист Роспотребнадзора, влечет административную ответственность в соответствии с российским законодательством. В случае нарушения установленных требований потребителю необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией на качество проданного товара. Только в случае неудовлетворения претензии в течение 10 дней Управление Роспотребнадзора может предпринять меры по защите нарушенных прав. 15 марта Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии проводит акцию «День открытых дверей для потребителей». С 9 и до 18 часов в помещении общественное приемное управление и консультативного центра при Центре гигиены и эпидемиологии компетентные специалисты предоставят консультации по любым вопросам защиты прав потребителей. Кроме этого, консультации по вопросам в сфере рынка потребительских товаров и услуг можно получить в любой рабочий день в городе Черкесске по номерам 20 05 13 и по бесплатному телефону горячей линии 8 800 200 03 09. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Поддерживать благополучную обстановку помогает слаженная деятельность сотрудников Республиканского управления МЧС России по Карачаево-Черкесии и, прежде всего, Управления надзорной деятельности и профилактической работы. Организация мероприятий по пожарной безопасности, обеспечение пожаробезопасности в том или ином населенном пункте, организации и на предприятиях – основная компетенция подразделения чрезвычайного ведомства. Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Виталий Немцов рассказал нам об основных показателях работы специалистов с начала 2017 года. На сегодняшний день на территории Республики сложилась следующая обстановка с оперативной составляющей по пожарам и их последствиям. У нас в этом году 37 пожаров. Зоологичный период прошлого года на сегодняшнее число – 42 случая пожара. Гибели людей на пожарах ни в том, ни в этом году за прошедшее время не допущено. Но, к сожалению, в том году не было, в этом году есть два человека, которые получили травму различной степени тяжести от воздействия опасных факторов пожара. Сразу хочу сказать, что эти оба человека получили травмы по неосторожному обращению с огнем. То есть причина получения травм, как и, собственно, причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Если выделять муниципальное образование района и городские округа, где допущен рост в этом отношении, то у нас незначительный, но все-таки рост в Черкесском городском округе, в слову сказать, здесь оба этих случая травмирования, в том числе и рост на 33%. Незначительный рост у нас в Малокарачаевском районе и в остальных районах снижение по оперативной обстановке с пожарами. Подавляющее количество пожаров, общая масса, напоминаю, 37, из них 31 произошли в жилом секторе. Вот в этом отношении, несмотря на общую тенденцию снижения по количеству пожаров в сравнении с тем годом, у нас рост. В том году, в слову, у нас было в жилом секторе всего лишь 24 случая пожаров. Но стоит отметить, что в этом году у нас минимизированы последствия по потерям от них, потому что в основном в жилом секторе происходили загорания либо стогов, либо тюков с сеном. Благодаря планомерным и слаженным действиям и пожарно-спасательных подразделений, и самих собственников жилья удалось избежать более серьезных последствий, которые могли бы нам принести резонансность. Работа управления надзорной деятельностью и профилактической работы главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии направлена также на предотвращение ЧС, связанных с использованием газового оборудования. Эта тема является особенно актуальной в свете ряда инцидентов, произошедших в регионах страны в течение отопительного сезона. Если помните случаи того года на территории Российской Федерации, к сожалению, в том числе с гибелью людей, как в городе Иваново, по поручению правительства, по поручению Центрального аппарата Министерства Российской Федерации, нами во взаимодействии с другими органами, заинтересованными министерствами, проводится планомерная работа. Составлен был график в конце того года по проверке жилого сектора и внутридомового, внутриквартирного газового оборудования. Он был во взаимодействии с МВД, с участковыми полициями, безусловно, в взаимодействии с администрацией муниципальных районов, городских округов, с жилищно-строительным надзором. Общей работой было охвачено около 1300 газофицированных объектов. Из них подавляющее большинство – это более 900 многоквартирных дома и более 350 – это объекты социальной сферы. Все они нами в рамках прошедшего года, конца того года, начала этого, проведены рейдовые осмотры, указанные многофункциональной рабочей группой из соответствующих министерств ведомств, которые я уже озвучил. В целом проведение рейдовых этих осмотров было задействовано 327 человек. Нами в ходе проверки проинструктировано свыше 11 тысяч человек, распространено более 5500 листовок, проводилось освещение проводимой работы на телевидении, 8 репортажей и средствах радио, 75 выступлений. Также, конечно же, распространялась соответствующая, предотвращающая, дай бог, профилактирующая эти случаи информация о блогосфере в общем количестве более 30 выступлений. Несмотря на проводимую работу, 28 января на территории республики у нас, в Хабецком муниципальном районе, в Олюжако, произошел взрыв газовоздушной смеси при утечке ее из газораспределенного трубопровода. Пострадал с разрушением дом, один дом. Но, слава богу, данный случай не имел резонансных и ненужных последствий в виде травмированных и, тем более, не дай бог, погибших людей. Виталий Немцов напомнил также, что совсем скоро наступает весенний пожароопасный период. Все мы с огромным нетерпением ждем наступления теплой погоды, чтобы провести время на природе или на даче, привести в порядок приусадебные участки. И нередко обеспеченное обращение с огнем при сжигании сухой травы, сухостоя, мусора обращивается бедой. При расчистке участков от легкого спламеняевого мусора, говорит Виталий Михайлович, особое внимание стоит уделить территории, прилегающей к лесным массивам. Здесь есть особые требования, которые предоставляют владельцам земель управления надзорной деятельностью и профилактической работы. Мы проводим планомерную работу по проверке совместно с органами местного самоуправления готовности населенных пунктов. А напомню, что согласно поставлению правительства Карачево-Черкесской республики, у нас 4 населенных пункта, подвергнутых угрозе лесных пожаров. Это у нас поселок Пхия, поселок Дамбая, поселок Архиз и город Тиберда. Все их мы в установленные законом сроки будем подвергать проверке на готовность пожароопасного периода, также проверять на их территории расположенные объекты и собственников, которые находятся в угрожающей лесным пожаром непосредственной близости. Со стороны межведомственной рабочей группы в рамках текущего месяца до 31 марта планируется с привлечением Департамента лесного хозяйства Южного федерального округа проверка готовности субъекта. Если говорить о таких проверках, которые проходили предыдущие годы, то наш субъект признавался готовым к предстоящему пожароопасному сезону. Надеюсь, что и в этом году эту тенденцию, эту свою направленность мы, безусловно, в хорошем отношении поддержим. Вместе с тем хотел бы обратиться к собственникам земель, либо к собственникам, которые распоряжаются землями, непосредственно граничащими с лесами, напомнить им, напомнить физическим лицам, юридическим, независимым на форум собственности, что согласно поставлению правительства 807 от августа 2016 года, были внесены изменения в правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые утверждены поставлением правительства номер 390, о том, что... Следующий пункт был внесен, что в период со дня схода снежного покрова и до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова, указанные все собственники, перечислять не буду, которые владеют, пользуются или распоряжаются территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травнистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков мусора и других горючих материалов, на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделяют лес противопожарно-минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. Повторяю, что данное требование, указанное по постановлению 807 от августа 2016 года, вступило в законную силу с 1 марта текущего года, на что мы и соответствующие заинтересованные ведомства будут обращать самое пристальное внимание и, конечно, вести соответствующий спрос. Те, кто будет нарушать указанное поставление, как и в целом, правила противопожарного режима в Российской Федерации, будут привлекаться, как минимум, к административной ответственности в виде штрафа. Напомним, в конце февраля в Доме правительства Карачаева-Черкесии состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В заседании приняли участие руководители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, а также главы муниципальных образований республики. Как рассказал Виталий Немцов, ключевыми темами обсуждения по традиции стали готовность сил и средств лесопожарных формирований к пожароопасному сезону 2017 года, вопрос обеспечения мер пожарной безопасности на прилегающих к лесному фонду территориях и безопасность объектов образования, медицины и социальной сферы. В рамках проводимого у нас очередного в этом году первого состоявшегося заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Карачаева-Черкесской республики, субъектового уровня комиссия состоялась в конце февраля месяца, был рассмотрен первым вопросом повестки вопрос по состоянию объектов образования, здравоохранения, социальной сферы, жилищного сектора, объектов энергетики, розничных рынков на территории республики. В рамках этого вопроса главным управлением проводится целенаправленная работа. В целом состояние всей указанной категории объектов на территории республики удовлетворительно, вместе с тем по каждому из министерств имеются свои, а где-то, конечно, общие специфичные замечания, которые в настоящий, по крайней мере, момент времени с учетом реализации предлагаемых замечаний не представляют угрозы жизни и здоровья людей. Но, конечно, главным управлением было указано на необходимость продолжения парламерной работы по приведению объектов в надлежащее соответствующее противопожарное состояние. В целом работа признается положительной. И повторяю, что конструктивная составляющая со стороны и соответствующих министерств, и руководителей соответствующих объектов, а также глав муниципальных районов городских округов, видна невооруженным глазом. Но, повторяю, что нужно ей уделять постоянное пристальное внимание. Впрочем, безопасность работы школ, объектов здравоохранения и социальной сферы на особом контроле управления надзорной деятельностью и профилактической работы главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии вне зависимости от сезона года, говорит Виталий Немцов. Нужно первое помнить, что мы в основном, самое главное, чему уделяем внимание при любом нахождении своем по любой причине на данной категории объектов, это состояние пути эвакуации с целью возможности эвакуации людей в случае возникновения пожара либо другой ЧАЭС. Это, конечно же, состояние и работоспособность первичных средств пожаротушения и автоматическая пожарная сигнализация. То есть, это те элементы, которые у нас в случае возникновения пожара будут первоочередно влиять на безопасность людей. Если говорить о мною сказанном, то в подавляющем большинстве объектов образования и социальной сферы, да и здравоохранения, данные вопросы находятся на положительном контроле и состояние объектов удовлетворительно, повторяю. Но есть, конечно, накладки, связанные с экономическими проблемами бюджетных, а, как правило, данная категория объектов вся бюджетная, с наполняемостью бюджета, с его реализацией, с его кассовым исполнением в рамках конкретного года и тех программ по обеспечению пожарной безопасности, которые на уровне субъекта приняты. Поэтому периодически на данной категории объектов либо бывают неработоспособны, либо они заключаются с организациями, имеющими на это право своевременно договора на планы предупредительного ремонта и технического обслуживания тех же установок автоматической пожарной сигнализации. Но хочу сказать и надеяться на это и в дальнейшем, что вот в этом вопросе у нас планомерности, дай бог, нет. Все-таки вопросы реализуются, и своевременно данные вопросы положительно решаются. Но все остальное, как старение оборудования, выход его частично из строя и так далее, конечно, неизбежно повторюсь, что руководство объектов и министерства соответствующие деяния своевременно стараются проводить и реализовывать в рамках обеспечения пожарной безопасности объектов. Но самое главное, что на этой категории объектов мы совместно с руководством минимум ежеквартально сами руководители объектов с большей частотой проводим соответствующие практические отработки действий по эвакуации людей с практикой, повторяю, с практикой, с составлением соответствующих официальных документов, с приобщением их контрольно-набынательных дела на эти объекты. Во всех объектах нами также проводится работа по созданию и поддержанию в работоспособном состоянии подразделения добровольно-пожарной охраны, безусловно, как правило, из обслуживающего персонала, которые в первую очередь по сигналу условного пожара, дай Бог, что эти тренировки могут перерасти и больше, но, повторюсь, надеюсь, что этого не будет, смогут реализовать свои действия по спасению людей, по вызову пожарной охраны и, безусловно, по использованию тех хотя бы первичных средств пожаротушения, которые находятся на каждом объекте. Как подытожил Виталий Немцов, профилактическая работа по обеспечению необходимых мер пожарной безопасности – это половина залога успеха работы ведомства, а главным фактором успешной и безопасной жизнедеятельности, который в том числе влияет и на снижение количества пожаров, по-прежнему остается сознательность и осторожность жителей нашей республики. Продолжаем информационно-аналитическую программу «Ракурс». Сегодня понедельник, 13 марта, в студии Руфина Ковалева. Трудно сегодня в ингушском театральном мире найти фигуру, равную ему по диапазону творческих интересов. Актер, режиссер, драматург, сценарист, поэт, продюсер, педагог Микаэль Базоркин. Это имя говорит о многом не только в родной республике, но и в других регионах Северного Кавказа, где он оставил свой добрый след. Внук легендарного общественного деятеля, народного писателя Ингушетти Идриса Базоркина, Микаэль, выбрал свою стезю, по которой идет достойно, невзирая на трудности, вот уже полвека. Теперь его имя звучит и на подмостках театра в Карачаево-Черкесии. По приглашению директора Черкесского драматического театра имени Мухарбека Акова Дины Аковой, Базоркин ставит спектакль «Адиюх» по пьесе Юрия Шидова. Тему продолжит Альбина Ухтова. Актеры Черкесского драматического театра активно готовятся к примере спектакля «Адиюх». С ними работает председатель Ассоциации театра в Юго-России, актер, режиссер, драматург, сценарист и педагог Микаэл Базоркин. По словам Дины Аковой, ими практикуется работа с приглашенными режиссерами. И по договоренности еще с 2016 года Микаэл Базоркин ставит теперь спектакль. У нас была договоренность еще в 2016 году, что будем работать с приглашенными режиссерами. Это практикуется нашим театром. Поэтому, когда приезжали из ГИТИСа набирать какое-то количество абитуриентов для поступления на обучение, мы познакомились с Микаэлем Вареневичем. И в процессе общения получилось так, что мне нужен был режиссер, и как бы мое предложение получил положительный отзыв. И я очень рада, что я тогда воспользовалась этим случаем, и что не отказался, потому что у него очень плотный график. И я знаю, что по всему Северному Кавказу не один опыт работы в разных театрах государственных. Поэтому для меня и для нашего театра это такой хороший опыт для наших артистов, работа с профессиональным режиссером, режиссером-педагогом. Поэтому сейчас мы работаем над новой этнической постановкой по пьесе Юры Шидова «Адиюх». И ее ставит Микаэль Варильевич с нашими артистами. Первая постановочная работа в Карачаево-Черкесии мне очень нравится, говорит режиссер. И больше всего мне понравилось, что образование и уровень профессиональной подготовки артистов очень высок. Они готовы ко всему новому. Поскольку у меня уже большой опыт, и я привык работать совершенно с разноуровневыми актерами и в Москве, и на Кавказе, мне нравится брать хороших, талантливых ребят, и что-то, когда начинает на твоих глазах, ты понимаешь, что ты не зря живешь, ты что-то такое лепишь, создаешь, и получается, когда видишь результат, особенно тем более на Кавказе, на национальном театре, это ответственно. Скажем так, что мне нравится, что мне импонирует, и что неожиданно для меня облегчило задачу. Я, честно говоря, имел негативный опыт в некоторых кавказских театрах, не буду говорить каких, в отношении профессиональной этики. К сожалению, зачастую уровень образования, уровень профессиональной этики напрямую связанный, потому что человек не имеет профессионального образования. Но тут, видимо, помогла национальная этика, есть менталитет, который диктует определенные формы поведения в той или иной ситуации, независимо от того, где ты будешь, в театре или где-то в другом месте находишься. И ребята готовы, они активны, они включаются в процесс, они не опаздывают, они мобильные, они всегда рядом. Это удобно, это упрощает. И появляется энтузиазм, тебе интереснее вкладываться. Всё чаще и чаще Черкесский драматический театр приглашает режиссёров. По мнению Дины Аковой, помимо опыта, это ещё и польза для актёров. Раскрывается их разножанровая подготовка и умение использовать все свои способности. Это только одни плюсы. Я в этом вообще минусов не вижу. Потому что сколько должно быть в репертуаре театра разножанровых спектаклей, столько и должно быть, наверное, режиссёров. Артист должен раскрываться по-разному. Заслуженный деятель искусств Республики Ингушетии Микаэл Базоркин полностью поддерживает директора театра в том, что чем больше режиссёров работает с актёрами, тем больше разнообразия в жизни театра и актёров. Тем более, что у каждого режиссёра есть свой стиль. На самом деле очень хорошо, что ребята, как я уже говорил, они включены, они хотят работать. Тот тренажёр, который мы сейчас создаём на площадке, не просто постановочный процесс, мы занимаемся тренингами, как-то вот раскачиваем. Любой, даже профессиональный, в актёре, который имеет кучу всяких регалий, опыт работы и образование самое лучшее и так далее, как только такой артист начинает думать, что он всего достиг, всё, штамп — это конец. Актёр всегда должен стремиться к росту, а в этом помогает режиссёр. Без профессиональной режиссуры мы можем забить театр всех самым лучшим образованием артистов набрать, но тем не менее театр будет мёртвым, потому что вокруг режиссёра всё формируется. И если режиссёр — разноплановый режиссёр, то это делает артиста универсальным. Разные мастерские, разный подход, разные требования. Актёр, который может гибко, моментально впрыгивать в разные требования режиссёра, перестраивается, пластичным становится, он становится универсальным. Его уже очень сложно сбить потом с процесса. В планах Черкесского театра давно назревала этническая пьеса. И одиюх Юрия Шидова, выбранная и одобренная труппой Черкесского театра, была предложена Микаэлю Базоркину. У автора пьесы своё представление об этой легенде, а у режиссёра будут свои доработки к пьесе, говорит Дина Акова. Я знаю одну, которая с «Светлорукой» и одиюх, поэтому в пьесе авторский свой взгляд, соответственно, у Шидова, у автора-драматурга, ну и режиссёр, соответственно, тоже свои фишки. Это всегда так. Легенды нардского эпоса не чуждый мне материал, говорит Базоркин. Я много с ним работаю. Но именно легенда про одиюх мне нова, и тем интереснее её ставить. Это моё условие, когда я берусь за какой-то проект, и всегда изначально договариваюсь на берегу, чтобы потом мне было... Ну, некоторые обижаются драматургией и так далее. Имею ли я право привнести нечто своё в драматургии, поскольку я сам пишущий человек, не потому что я там хорошо пишу или плохо, а просто мне так удобнее. Я всё пространство внутри себя и снаружи формирую сам. Я вижу его изначально. И где мне нужно, я просто подгоняю текст. Я не правлю драматурга. Я подгоняю текст под то пространство, которое у меня выстроено на сцене. У меня другое видение, у меня пространственное видение, а не просто как вот... Когда автор не возражает, то мне удобно бывает. Я вступаю в этот союз. Для меня, если говорить про одиюх, ну, это, во-первых, ответственно, во-вторых, это очень интересно. Но сказать что-то чушь для меня, этот материал, это было бы неверно. Да, именно непосредственно эта легенда, да, мне пришлось её. Но вообще Нарский эпос, он на Кавказе, всё взаимосвязано, очень много взаимопроникновений. Поэтому Нарский эпос, он бытует и у разных народов, он есть. И, в принципе, очень много всего повторяется в той или иной форме. А Нарским эпосом, сказками вообще, всем этим я занимаюсь давно. У меня такие публикации, научные и художественные, мне это интересно. Вот поэтому для меня это не чуждая мне тема. Более того, я очень много для себя нового сейчас узнал. Я погрузился в материал, я общаюсь с людьми, может быть, более, нежели необходимо. То есть я понимаю, что всё это реализовать на сцене я не смогу. Но это даёт мне подпитку. И с этой подпиткой я уже выхожу к артистам, я заряжен эмоционально. Это очень ответственная, прежде всего, постановка. Потому что вообще эпос, знаете, брать современные, даже актуальные вещи, ну, это интересно, это хорошо, ну, как бы от подхода зависит. А брать на национальном театре, ставить эпическое произведение — это огромная ответственность. Тут я каждый шаг согласовываю, чтобы, не дай бог, кого-то не покоробить. Спасибо большое Дине, она познакомилась с меня с очень интересными и знающими людьми, небезразличными. Я иной раз звоню им, уже телефоны не поменялись и так далее. Я говорю, вот это возможно, вот так могло быть. Потому что одно дело то, что в Осетии, там, или просто этот вариант эпоса мне более знаком, да, и был в Ушетии, там, чеченский вариант. А другое дело, всё-таки здесь 300 километров разница, да, и здесь формировалось своё этнопространство, да. Оно общее, оно очень похожее. Традициями обменивались испокон веку, и традиции приблизительно все очень, ну, и очень похожи, скажем так. И эпос схож. В год 95-летия образования республики Черкесский театр свою постановку делает на русском языке. Это наш подарок республике, говорит Дина Акова. Постановку мы делаем на русском языке. В этом году мы отмечаем 95-летие, да, образования Карачева Черкесской республики, и плюс ещё 25-летие выхода, ну, не очень, как бы слово корректное, из Ставропольского края, поэтому у нас в планах большие гастроли. И хотелось бы, как бы сказать, что как подарок республике, что ли, да, вот сделать, приурочить под эгидой вот этих красивых эдат этот спектакль, показать, где можно, чем больше мы охватим территориально городов, тем лучше. Как мы ездили к Абрино-Балкаре от Эгеи, это очень мало. Хочется расширить график и диапазон этих наших выступлений. Ну, я так думаю, что Осетия нас примет. Даже в столицу мы хотели бы поехать, да, в Москве выступить. Ну, я надеюсь, что, да, получится. Выбор актёров на те или иные роли для незнакомого режиссёра – непростая задача. В этом плане работать с директором Черкесского театра было легко, считает Базоркин. «И мы почти во всех вопросах сходимся», – говорит режиссёр. На роль Адиюх мы взяли двух сейчас девочек. В общем, там некоторые женские роли мы дублируем. А Адиюх настолько интересный, настолько многообразный персонаж, настолько он ёмкий, что интересно его и таким сделать, и другим сделать. И вот тут можно так, поиграть, поэкспериментировать во всём. И вот в этом отношении Дине огромное спасибо, потому что мне очень комфортно работать. Она ещё пока молода, ещё не стала чиновником. Я желаю от души не заштамповаться. А когда человек горит, когда вопреки, когда не просто энтузиаст, да, там, получится-получится, а когда человек идёт вопреки, там, какие-то принимает решения и потом пытается их, и какие-то ещё другие вопросы, присутствует на всех репетициях, переживает, вникает во всё. То есть человек абсолютно стопроцентно вот становится в театральное пространство, ну, потому что генетика, потому что неслучайно в профессии во всё вникает, абсолютно становится человеком изнутри в любом процессе, который происходит в театре. То есть человек не просто чиновник со стороны наблюдает, да, процесс как бы, да, он под его контролем происходит, а человек изнутри. И вот очень полезно для театра это, если так дальше пойдёт, И если Дина, дай Бог, не устанет, то это значит, что у театра будет хорошей перспективой. Быть актером непросто, а быть актером на Кавказе – это в сто крат тяжелее. Но времена меняются, и взгляды тоже. Сегодня, к нашей великой радости, выбор профессии актера становится престижным. Это дает нашим театрам глоток свежего воздуха в лице молодых актеров. А нам, зрителям, много новых и интересных спектаклей. Такие люди, как Михаил Базоркин, Дина Акова и работники театра – это люди, которые неустанно несут культуру в массы. Обращаясь к прошлому, через его призму, они показывают нынешнее время во всей его красе. И, как сказал Михаил Базоркин, если в таком темпе и не уставая Дина Акова, ее актеры будут работать, их ждет блестящее будущее. Мобильный телефон – ваш друг и помощник. Но телефон может быть и вашим уязвимым местом. Вы можете стать жертвами телефонного и СМС-мошенничества. Распознать мошенничество и не дать преступникам шанса куда проще, чем добиться от них компенсации ущерба. Беседа с родственником. Звонок поступает ночью или в рабочее время. Странный голос сообщает об аресте родственника. Сообщник представляется сотрудником правоохранительных органов и вымогает взятку. Вся эта ситуация – вымысел. Вашему родственнику ничего не угрожает. Достаточно перезвонить ему, чтобы убедиться в этом. Выигрыш. Жулик звонит жертве под видом радиоведущего. Он поздравляет абонента с крупным выигрышем и просит за что-то заплатить. Радиостанции никогда не проводят выигрышных акций со звонками случайно выбранным абонентом. СМС-попрошайничество. Абонент получает на мобильный телефон странное сообщение. У меня проблемы. Положи на этот номер 900 рублей. Сам не звони. Свяжусь с тобой позже. Никогда не кладите денег в ответ на просьбы, поступающие с незнакомых номеров. Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Стоп-спам. Иногда на мобильный приходит спам с парадоксальным предложением «защитить от спама». Для удаления своего имени из списка предлагается отправить СМС на один из коротких номеров. В результате этих манипуляций вы потеряете деньги. Это банальное мошенничество. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Управление КМВД России предупреждает. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса. На этом информационно-аналитическая программа радио Карачаева-Черкесии «Ракурс» подошла к концу. Выпуск подготовлен корреспондентами службы информации. В студии работала Руфина Ковалева, звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев. Мы с вами прощаемся. Удачной рабочей недели и отличного настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова